Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня пятница, 20 сентября 2024 года. Больницы вынуждены поднять цены. Да, к величайшему сожалению, новости будут про повышение цен в больницах. Прибавка к зарплате работникам ляжет тяжелым бременем на пациентов. Большая просьба, послушайте внимательно, желательно до конца. Полным ходом идет работа над формированием бюджета 2025. Для представителей больниц неприятным сюрпризом стало известие о том, что дополнительных денег на компенсации повышения минимальных зарплат в следующем году у них не будет. Чем это чревато для больниц и их пациентов? Своим мнением на этот счет передачи «Домская площадь» поделился руководитель 2-й Рижской больницы, член правления Латвийского общества врачей Сандрис Петранис. С января минимальная заработная плата вырастет до 740 евро. Уже многие наслышаны. С 1 января, да, друзья, минимальная заработная плата в Латвии повышается на 40 евро. Прибавка составит 40 евро в месяц. Казалось бы, немного, но для многих работников больниц, сотрудников хозяйственной части, уборщиков и так далее, это серьезное подспорье. Прибавка к зарплате для них – благо. Но на сами больницы она ляжет тяжелым бременем, ведь государство компенсировать эти затраты отказывается, считая, что учреждения должны изыскать средства в своих внутренних резервах. Извините, друзья. Послушайте внимательно. В внутренних резервах, так и хочется добавить. Опять что, резервы – это сокращение или что? Далее. Мы призываем Минздрав, Министерство здравоохранения Латвии, и политиков все-таки найти эти необходимые средства. Иначе ситуация будет очень сложной. И в нашем бюджете появится знак минуса. Комментирует эту позицию Сандрис Петронис. Специалист говорит о том, что следующий год, 2025 год, принесет большую головную боль менеджменту больниц. Сбалансировать все услуги – задача почти невыполнимая. В результате, прогнозирует Сандрис Петронис, пострадают пациенты. Ведь больницам не останется ничего другого, как повысить цены на свои услуги. Нет, друзья, это еще я не заканчиваю. Послушайте до конца. Цены – опять готовьтесь. Народ, готовьтесь. Скажите, сколько можно, Сергей, готовиться? Сказал бы я, друзья, но посчитают, что я это, да, понимаете, да, о чем речь идет. Последние годы тарифы на услуги стационаров не пересматривались. И нынешняя ситуация, когда больницы должны сами компенсировать повышение минимальной зарплаты, вынуждены их это сделать. При нынешнем раскладе другого варианта нет, заявил специалист. Но, конечно, неотложное… Послушайте внимательно, я буду помедленнее, поясню вам. Особенно пожилые люди, прислушайтесь, о том очень многие считают, что у нас этого нет. У нас это есть. Что есть? Вот. Но, конечно, неотложная помощь, скорая, повторяю, скорая, неотложная, медицинская помощь остается бесплатной. Бесплатной. Остается, повторяю, бесплатной. И без нее никто не останется, заверил он. Но неотложный. Я сейчас уже все новое закончил, друзья. Неотложный. В экстренных случаях такие, как, например, если кто-то нас смотрит, либо недавно подписали, зайдите, посмотрите. Мы вызывали скорую несколько раз к нашей покойной, к моей покойной теще, Наташиной, родной маме. Мы вызывали скорую помощь. Бесплатно. Да, конечно же, когда человеку плохо, вот когда человек, я сейчас поясняю, когда человек что-то надумал, что-то придумал, что-то у него там, якобы с насморком, или что, я пример привожу. Ну, много. Примеров таких тысячи, друзья. И они попадают на то, что приходится платить. Потому что это не экстренно. Можете принять таблетку. Но я не доктор, друзья. Я никакой вам не лечащий врач, не семейный врач. Поговорите с семейным врачом, и он вам все подробно расскажет. Но, повторяю, неотложная скорая помощь остается в Латвии бесплатной. И без нее никто не останется. Так что не переживайте. Знаете, почему я так остановился? Я читал комментарии. Есть люди, которые ну просто недопоняли, что-то недослушали. Приняли это просто близко к сердцу и вот прослушали основное. Да, основное. Вот как солнышко поворачивается, садится уже солнышко потихоньку. Да. Не дослушали. Я имею ввиду освещение, посмотрите. Тут у меня подсветка была и поставил другую подсветку. Цвет. Красный, думаю, ничего. Не дослушали до конца. И сразу пишут в комментариях, ой, все, невозможно, ничего, уже не помирать, все, ложиться помирать, все. Сразу угроб. Сразу угроб. Да нет, друзья. Нет такого, не было и в ближайшее время, насколько мы знаем, нет, не будет этого. И экстренные, по-любому, бесплатные скорой помощи. Да. Ну, когда действительно уже плохо человеку что-то, чего-то. А так, пожалуйста, у нас есть, вот я не зря затронул семейных врачей. К семейному врачу обращайте, звоните, сестрички, либо там, ну, если кто-то дает, там, семейный врач дает вам свой телефон, семейному врачу звоните, извините, советуетесь, ну, совсем потемнело. Ладно. Друзья, не судите строго за оформление подсветки. Да, ну, так и есть, солнце поворачивается прям на глазах, все. Вот, друзья, обращайтесь к семейному врачу, он вас пошлет, да, пошлет. Ну, конечно же, первую экстренную помощь окажут, там сестрички, у них, да, помощницы, у кого две, ну, не знаю, ну, в основном две, у нашей так две. Вот, помогут вам, мало ли что там, какие капельницы, я повторяю, я не доктор, не врач, я говорю, как есть. Раз уж тема пошла про скорость, про помощь, и про оплату, и так далее, ну, запомните надолго. В экстренных случаях с вас деньги не возьмут, не бойтесь. Сестрички этих семейных врачей вам помогут, если что-то серьезное, вас семейный врач сразу же, прям сразу же направят в больницу. Ну, это все зависит, друзья, еще я поправочку сделаю, все зависит от места вашего проживания. Далеко ли вы, близко ли вы живете от семейного врача, от места расположения вашего дома, вашего жилища, без разницы, многоквартирный дом или свой дом. Конечно же, вот как у нас был случай, да, вы же знаете, прекрасно смотрите, мы не стесняемся, друзья, мы показываемся. Ну, конечно же, все, что можем, мы же не будем показывать, как мы пошли в душ, хотя иногда и показываем. Вот мы, пожалуйста, меняем фильтра, то, все. Так вот, направила семейный врач сразу же в больницу Наташу, мою жену Наташу. Сразу я и ее машину сели, приезжаем в приемный покой, где принимают, оформляют в больнице непосредственно в нашем Горде и ЛГА. Подождать, конечно, немножко надо, да, подаете все эти данные свои и ждете. Ну, дожидаетесь своей очереди. Ну, нам показалось, мы не так долго ждали, мы где-то, не знаю, ну, может быть, минут 40 от полчаса. Ну, потому что, знаете, был стресс у нас, понимаете? Ну, вы понимаете, почему стресс, да? Непонятно, что с человеком происходит. Я сейчас от себя, друзья, сейчас рассказываю свой случай. Ничего сложного нет. Семейному врачу звоните и все это дело происходит. Все, взяли мою Наташеньку, приняли, там, приемный покой, все, и я поехал домой. Позвонила она мне, сказала, то-то, то-то, ее начали уже, капельницу поставили, и то, все, и пошло дело, друзья. 12 дней она отлежала. Все, вот, пользуясь случаем, хочу поблагодарить весь персонал, а я знаю, мы знаем, что нас смотрят, конечно, смотрят. Отдельный большущий привет, вот с кем мы встречались в больнице, обслуживающий персонал, ну и врачам, всем, всем врачам. Возможно, подписаны, возможно. Знаю, подписаны, я не буду говорить, кто, конечно же. Я говорю, мы открытые люди, может быть, кому-то это пригодится, как надо поступать в экстренных случаях. Не затягивайте, не затягивайте, ради бога, не затягивайте. Да, кто-то скажет, Сергей, а где взять деньги, друзья? Можно договориться, по-любому можно договориться. Я точно не буду, я могу уточнить, если будете вы спрашивать, я могу уточнить, можно ли как-то с задержкой, или же, или вы напишите, пожалуйста, подскажите, если не знает. Я имею в виду, если денег не хватает на оплату вашего лечения, может быть, как-то, вот на эту тему я не поднимал, друзья, еще не разу. Не поднимал вопрос. Нет, друзья, мы с этим не сталкивались, как-то я не поднимал. Но пользуясь случаем, давайте поднимем вместе, вместе с вами. Ну, я больше, чем уверен, ведь многие лежали в больнице, и, возможно, кому-то не хватало, ведь большие, кто-то долго лежал, кто-то меньше, кто-то больше лежал в больнице. Но зависит, зависит все, какие вы проходили обследования и от вашего места расположения. Я не знаю, у каждой больницы по-разному цены или плюс-минус, там, десятки или сколько там. Напишите, друзья, в комментариях. Да, еще раз приношу извинения за освещение. Не буду я переписывать, ну, тяжело вот это, друзья. Это же работа, это даже хуже, чем работа, друзья. Вот это надо, вот это. Я не оправдываюсь. Нет, 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 нет. Сегодня пятница, за ваше здоровье. Ну, конечно же, желательно не болеть. Почему я говорю, желательно? Сейчас время такое. Я сам сейчас прохожу все обследования, друзья. Я говорил вам, буду постепенно рассказывать, кто смотрит нас постоянно. Не переживайте. Не, ну, спасибо, конечно же, очень большое спасибо, что вы пишете комментарии, там, пожелаете. мы вам тоже, я вам всегда желаю, всегда желаю только добра, дружбы, международного здоровья, прежде всего, долгих лет жизни, прежде всего, конечно же, чтобы эти аптеки забыть, но не получается. Я уже прошел, уже двух специалистов прошел, ну, то, что мне назначено. Кто смотрит постоянно, вот, кому не трудно, посмотрите, если кто не смотрел, я рассказываю, я говорю, буду потихонечку вам рассказывать, но пользуясь случаем, если про медицинские учреждения заговорили, двоих прошел, осталось еще три, да, ну, это вместе с кровью, кровь еще надо брать, но одну, одного специалиста я не пройду, пока я не сдам полный анализ крови, такой-то, 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 понимаете, да, нет, и если покажет мне, там, какое-то, такое-то у меня в крови, больше какой-то процент, то я, меня могут не допустить на эту процедуру, не процедуру, на обследование, да, да, без разницы, вы понимаете, о чем речь идет, придется переносить, ну, не дай бог, конечно, не дай бог, дай бог, что покажет все, как бы, в норме, хотя бы, в норме, приблизительно, дай бог, тогда я это пройду, вот осталось мне, ну, в принципе, два, да, два, конечно, два, у Наташи было такое, вот, когда она, вот, ее прихватила, она сдала кровь, приходит туда, она уже лежала в больнице, да, да, там, в нашей, в Гарске уже лежала, нет, мы его не можем, вас, говорит, пустить на это обследование, нет, 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 а почему, а у вас этого, этого, превышено это, вот это, вот если когда понизится, ну, и тогда опять капельница, опять и капельницы, сколько-то прошло, оп, потом опять взяли кровь, и потом только ее приняли, да, 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 друзья, ну, кое-что, и уже, типа, лимит закончился, но это мы как-то говорили, и поговорим, может быть, еще когда-нибудь на это, про эти лимиты, да, вот там уже все, уже это все туда, это мы больше не обследуем, и неизвестно когда, в это больнице, я нашел, нашел, место, сейчас есть где пройти, да, потом расскажу где, сколько всего меня обошлось, все я вам расскажу, потихонечку будем рассказывать, было, да, было с Наташей, вот дай бог здоровья, но моей Наташеньке, всем вам, конечно же, да, она работает, ну, ей до пенсии еще, почти полтора года, почти, 15 февраля 2026 года, вот так давайте же выпьем, за вашей, моей женочке Наташеньке, ничего я тут такого, сверх, космического, секрета я никому не рассказывал, жизнь есть жизнь, друзья, дай бог вам всем здоровья, ну, солнышко все, заканчиваю я, друзья, смотрите, как время бежит, 18.43, 17.30, видео, еще раз всем желаю здоровья, счастья, от имени нашего канала, от Наташи, от съемочки, всех, здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами, вот так вот, в темноте, и заканчиваем, но вечер, друзья, все, осень, осень, что такое, это чудо, чудо, конечно, он как желтеет, березки желтеют, другие деревья, уже цвет начинают менять, но в этом году, что-то они больше, похожи на какие-то, коричневые, черно-коричневые листья, непонятно, напишите, что там происходит у вас, что, все, друзья, поставьте лайк под видео, подпишитесь на наш канал, кто не подписан, поделитесь в социальных сетях, просто так с друзьями, до свидания, спасибо за поддержку, до следующих видео, спасибо, не судите строго, за подсветку эту, показал бы, да ну вы знаете, это прекрасно, что за подсветку, со временем увидите, до свидания.